МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Криминальная сводка за неделю. Полицейские по горячим следам раскрыли разбой. А теперь об этих и других событиях подробнее. Сегодня, 8 февраля, отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки. Учрежден он указом президента Борисом Ельцином в 1999 году в честь ознаменования 275-летия со дня основания в России Академии наук. Наше градообразующее предприятие «Наука емкое». Атомная энергетика стремительно развивается. О том, какой вклад вносят смоленские атомщики в развитие российской науки, вы узнаете в нашем следующем сюжете. Ядерному обществу России в апреле этого года исполнится 28 лет. Оно объединяет тысячи ученых и специалистов атомной отрасли, преподавателей, студентов и школьников, представителей общественных организаций и средств массовой информации. Ядерное общество вносит огромный вклад в деятельность и развитие атомной отрасли. Одно из направлений – это работа с молодежью. Именно в ней общество видит будущее нашей атомной энергетики и промышленности. Ежегодно проводятся мероприятия, на которых создается неформальная атмосфера для возможности общения молодых специалистов и их наставников. Встречи молодежи на площадках Ядерного общества России происходят не реже двух раз в год, на которых молодежь строит планы дальнейшего взаимодействия и обсуждает самые современные инновации в ядерной отрасли. На Смоленской АЭС с 2007 года проводится конкурс научно-технических работ среди молодых атомщиков. Требования к проектам очень высокие, поэтому и гордость за победу особенная. В прошлом году, в 2015, моя работа – сокращение времени на техническое обслуживание и ремонт оборудования за счет внедрения стенда на базе оборудования ПТК СКУ «Санет» заняла первое место. Хочется отметить, что с каждым годом работы, выставляемые на конкурс, все более технически проработаны и конкурировать все сложнее и сложнее. То есть многие из работ, которые участвовали на конкурс, я лично очень высоко оценил, и мне очень приятно, что моя работа заняла первое место. У молодых атомщиков Смоленской АЭС будет возможность в этом году стать радушными хозяевами на очередной встрече коллег-единомышленников. В этом году конкурс научно-технических работ среди молодых работников решено немного преобразовать, актуализировать. И с этого года, начиная, будет проходить конкурс производственно-технических работ среди молодых работников Смоленской атомной электростанции. То есть конкурс стартовал 1 февраля, продлится до 22 апреля. И отрадно, что по инициативе организации молодых атомщиков Смоленской АЭС в этом году впервые на площадке Смоленской АЭС пройдет конкурс концерна «Росэнергоатом» производственно-технических работ среди молодых работников концерна. Издательство «Речь» выпустило книгу Александра Голубева «Карта России», в которой представлена Смоленская область. На первом форзаце расположена «Карта России», на которой отмечены все субъекты Российской Федерации. На форзаце в конце расположены флаги всех субъектов. В издании рассказано все о нашем регионе. 11 февраля в 17.00 в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоится открытие выставки картин народного художника России, художественного руководителя школы акварели Сергея Андреяки и его учеников. Произведения самого художника посвящены родной стране, неповторимому очарованию старинных городов России, притягательной красоте памятников архитектуры, волшебству природы. На выставке в Смоленске будут продемонстрированы 120 работ. В минувшую субботу в Десногорских школах прошли вечера встреч выпускников. Бывшие школьники увиделись со своими одноклассниками, учителями, снова посидели за партами, познакомились со своей сменой нынешними учениками школы, вспомнили в этот вечер самые многочисленные выпуски школ, отметили самых дружных, кто, несмотря на то, что прошло много лет, с окончания школы приезжают на эту встречу из разных городов. На вечере, конечно, было много воспоминаний о приятных, забавных и даже тайных для учителей моментах школьной жизни. Ведь с годами в памяти остается только хорошее. Спасибо нашим учителям. Очень сильно. Они нас так сплотили, только поэтому мы все сейчас здесь, мы собрались, потому что они, они сумели нас так организовать. Спасибо вам. В школах города допоздна горел свет, слышалась музыка, смысл. 6 февраля в музее «Смоленск. Щит. России» открылась выставка солдат 1812 года. В экспозиции представлены элементы униформы, амуниции, вооружения солдат того времени, архивные материалы, произведения и мемуары современников и заключения историков об Отечественной войне 1812 года. Посетители смогут увидеть и уникальные экспонаты. Именной Георгиевский крест, самодельный партизанский пистолет, большое количество амуниции и оружия русского, французского, британского солдат и других участвующих в войне сторон. Часть экспонатов представлены музею из частных коллекций. Согласно постановлению правительства, с 1 февраля этого года сделан перерасчет ежемесячных страховых выплат людям, пострадавшим на производстве. Размер пособия проиндексирован на 6,4%. Размер обеспечения зависит от степени утраты трудоспособности и уровня зарплаты, получаемой до наступления страхового случая. Но с учетом установленного максимального размера пособия – в 69 510 рублей. Напомним, в Смоленской области только за первое полугодие прошлого года на производстве пострадали 89 смолян, четверо погибли. Обед на двоих состоится в Смоленском зоопарке 14 февраля в рамках празднования Дня Валентина. На мероприятии будет выбрана самая лучшая пара животных, а также пройдет мастер-класс по приготовлению блюд для животных, праздничное кормление. С собой можно принести различную еду, чтобы покормить обитателей зоопарка самому. Орехи и сухофрукты для белок, перепелиные яйца и куриные сердечки для сурикатов. Яблоки, сухофрукты и морковь для дыгу. Йогурт и мед для сумчатых летях. А салат, капусту и морковь для кроликов. Также сотрудники в этот день расскажут всем пришедшим о повадках животных, о поведении во время ухаживаний и героических поступках ради любимых. Начало мероприятия в 12.00. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю и выходные нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 127 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 148 административных правонарушений. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечены 111 человек. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За совершение мелкого хулиганства составлен 1 административный протокол. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к ответственности привлечены 5 человек. За нарушение установленного законом запрета на курение табака к ответственности привлечены 28 человек. Также к административной ответственности привлечены 2 человека за нарушение правил хранения и перерегистрации оружия. Уважаемые жители города Десногорска, согласно действующего законодательства запрещено курение в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта, в помещениях органов государственной власти, органов по делам молодежи, на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских и санаторно-курортных услуг. Законом запрещается реклама и стимулирование продажи табака, табачной продукции и потребление табака. За нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей. За нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Сотрудниками Рослэрского межрайонного отдела управления ФСКН России по Смоленской области пресечена деятельность преступной группы из четырех молодых жителей Десногорска, которые занимались выращиванием и культивированием голландской элитной конопли с последующим изготовлением из нее высококачественной марихуаны и продажей ее в городе и области. По фактам возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет. В настоящее время следствие продолжается. А в Вязьме подозреваемые в вооруженном нападении на магазин были задержаны с поличным недалеко от места преступления. Вечером в дежурную часть МВД России Вяземске поступило сообщение о разбойном нападении от работницы одного из магазинов. На место преступления незамедлительно прибыла следственная оперативная группа. Продавец рассказала оперативникам, что в помещение магазина зашли двое неизвестных в масках. Закрыв дверь изнутри, угрожая ей ножом, они похитили ящик кассового аппарата с деньгами и скрылись. Женщина описала полицейским приметы нападавших. По ориентировке патрульная группа задержала двух молодых людей. При личном досмотре у них были обнаружены маски и крупная сумма денег. Подозреваемые, местные жители 1991 и 1993 годов рождения, были доставлены в дежурную часть, где сознались в содеянном. По признакам состава преступления разбой, следственным отделом возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района. В связи с повышением температуры окружающего воздуха в дневное и ночное время, лед на водоемах ненадежен, возможны проломы. Нельзя выходить на лед в местах технических сбросов и родников. Во избежание несчастных случаев, чтобы удовольствие от рыбалки и отдыха на водоеме в зимний период не испортилось, необходимо соблюдать ряд правил. Очень осторожным следует быть в местах, где лед примыкает к берегу. Прежде чем ступить на замерзший водоем, посмотрите, нет ли поблизости проложенные тропы или свежих следов. При передвижении по льду группой необходимо соблюдать дистанцию не менее 5 метров. В случае, если случилось так, что вы провалились в холодную воду, не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. Если лед выдержал, перекатитесь, медленно ползите к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли. Нужно помнить, что относительно безопасная толщина льда не менее 10-15 сантиметров в зависимости от его прочности. Кроме того, собираться большими группами и бурить много лунок на ограниченной площади значит рисковать собственной жизнью и жизнью товарищей. Некоммерческая организация Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области сменила прописку. С 5 февраля прием граждан ведется по новому адресу улица Кловская, 13, здание администрации Смоленской области, номер 3, первый этаж, левое крыло. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова